Всем привет! Вы на канале ТОП ТВ! Очень часто на камеру удается снять невероятные моменты, что даже трудно поверить, что это произошло на самом деле. Начинаем! Суда – чрезвычайно талантливый слон из Таиланда. Я не представляю, как его сумели научить так красиво рисовать. Картины реально получаются на уровне детей школьного возраста, при том, что руки-пальцы у слона нет. Дальше – атака улитки Конус, которая является одним из самых ядовитых существ в мире. Она гарпунирует и обездвиживает рыбку, после чего сразу же заглатывает целиком. Сцена как будто из фильмов ужасов. Китайская бильярдистка удивила своих друзей очень хитрым ударом. На видео, снятом в городе Шэньчжэнь на юге Китая, женщина по имени Хэйби выполняет невероятный брейкшот и, как видите сами, за один раз отправляет все мячи в лузы. Ее друзья в шоке, они просто замолчали. По данным местных СМИ, женщина играет бильярд более трех лет. Как вы думаете, это фейк или настоящий супер удар? В Западной Канаде напуганный мужчина снимает, как обе его собаки бегают и лают вокруг пумы, которая как-то зашла на их двор. Собаки даже не представляют, насколько опасна эта огромная кошка. Не обращая особого внимания на глупых собак, пума продолжает медленно идти по своим делам. Вот еще одна встреча с пумой во Флориде, в самом худшем для этого месте на узком деревянном мостике. Мужчине очень повезло, что перепуганный хищник просто пробежал мимо. В такой ситуации пума легко могла и напасть. А вот и жилой дом, плотно зажатый между двумя автомобильными полосами недавно построенного моста в провинции Гуандон на юге Китая. Да, такое может произойти только в Китае. Хозяйка дома просто отказалась переезжать, и местное правительство не могло прийти с ней к соглашению с 2010 года. В результате было принято сумасшедшее решение, которое вы можете видеть. Как женщина может жить в ограждении бетонных стен и в постоянном шуме непонятно, но то, что она теперь местная знаменитость, это точно. А тут нападению слона подвергся маленький индийский автомобильщик. Пассажирам повезло, они вовремя сумели выпрыгнуть и удержали свое транспортное средство от опрокидывания. Мужчина с двумя девушками благополучно уезжают. Студент колледжа университета Датун в провинции Шаньси на севере Китая прославился в интернете за то, что не оставал от всех участников во время спринта на 100 метров. Мало того, он бежал впереди всех и снимал их спринт на камеру. Дальше довольно старое видео, опубликованное 13 лет назад. Тут проверялась кратковременная память шимпанзе. Если обезьяна правильно запоминала последовательность чисел, ей давали банан. Даже не верится, что после секундной картинки на мониторе шимпанзе легко запоминал числа. Обычный человек так точно не сможет. Две птицы уже покрупнее, они по очереди нападают на небольшого питона, который зацепился за крышу дома. Птицы просто цепляют его за голову и висят в надежде, что рептилия ослабит хватку и упадет. Но чем бы закончилось это сражение, непонятно. Птиц просто спугнули. Следующий момент из Ванкувера. Невооруженный мужчина стал целью внимания огромного горного льва, который явно вел наблюдение за своим обедом. Хищник пристально смотрел на мужчину с холма впереди. В следующие минуты бедолага стоит парализованная от страха. Пума медленно, но уверенно продолжает подкрадываться к нему все ближе. Когда расстояние между ними сократилось до 15 метров, мужчина решает спугнуть хищника. Пума только развернулась, но не убежала, а запись на этом моменте обрывается. А этот мужчина спокойно заправлял свой автомобиль, но внезапно появляется микроавтобус с грабителями. Мужчина не растерялся и сразу же начал обливать воров бензином. Парни явно не ожидали такого поворота с Абетти, они реально были в шоке и сразу же уезжают. Дальше американский черный медведь в сафари парке. Он подошел плотно к машине и восхищение двух маленьких мальчиков не было предела. Но когда медведь сломал боковое зеркало, все веселье сразу же закончилось. Дальше несколько моментов с невероятно умным попугаем. Молодой петух учит курицу, как правильно высиживать яйца и подсумывает под нее выпавшее яйцо. Затем он клюет ее в голову за неосторожность. Дальше очень милый момент, заснятый в Миссури. Семья дружелюбных енотов застряли в большом мусорном ведре возле дома и никак не могли выбраться. Люди перевернули ведро и спасли енотов. Но дальше все было еще веселее. Они решили проверить еще одно ведро, и там тут же оказались двое енотов. Люди решили сначала их покормить и бросили в ведро сосиску. Еноты никак не могли поделить еду, и выглядит это довольно забавно. Потом их тоже отпустили. Мужчина остановился на заправке, чтобы наполнить небольшую канистру. Он забыл поставить свой автомобиль на ручник и так увлекся процессом, что даже не заметил, как его машина уехала. А понял, что произошло он только тогда, когда посмотреть на происходящее пришли случайные свидетели. А этот Мишка умудрился залезть в автомобиль, но выбраться сам уже не смог. Никто не решался открыть дверь, так что пришлось открывать ее с помощью веревки на расстояние. Невероятные кадры с камеры, установленные над гнездом дроздов. Вы когда-нибудь видели, как происходит момент кормления? Я даже не думал, что птица способна за один раз принести столько дождевых червей. Она по очереди кормит всех своих птенцов и следит за тем, чтобы все остались сытыми. Дальше очень везучий и ловкий кролик, который избежал острых когтей Беркута. Ушастый эффектно перепрыгнул через орла, словно выполняя кроссовер в баскетбольном матче. На востоке Йемена, в мрачной и безжизненной пустыне, в земле чернеет гигантская дыра. Колодец Бархат не любят местные жители, и сюда редко привозят туристов. В легендах бедуинов темная дыра диаметром 30 метров считается местом, где обитают джины. Полное название Бирбархаут. Это одно из немногих йеменских чудес. Ширина дыры достигает 30 метров, что легко измерить, но вот точную глубину колодца узнать не удалось до сих пор. Ученые предполагают, что колодец уходит вниз как минимум на 250 метров. Но спуститься в скважину ниже отметки 50 метров пока не удавалось никому. На этом уровне уже заканчивается кислород, и навстречу смельчаку поднимается плотная подушка неприятно пахнущего газа. Кажется, что у этой девушки откололся кусок зрачка, и теперь он просто плавает вокруг. Сама девушка считает, что это называется свободно плавающей радужкой. Я такое вижу впервые. А тут мужчина собирался отправиться со своей женой в поездку, но они услышали странный шум из-под капота. Там они нашли этого монстра, ворана длиной около двух метров. Вместе с соседями им потребовалось более 30 минут, чтобы достать это существо. На кадрах видно, как разъяренная ящерица неоднократно хлестала своим мощным хвостом, чтобы не попасться в ловушку. В конце концов, местным жителям удалось прикрыть голову рептилии мешком и связать лапы веревка, и отвезти подальше из города. Сомака породы Корги научилась играть крестики-нолики и легко обыгрывает своего хозяина. Начнем с плавучего моста в Китае, провинции Хубей. Выглядит невероятно, когда за проезжающими машинами на воде появляются волны. Мост довольно надежный, и проезжать по нему могут даже автобусы. Если черепаха перевернулась на спину в таком положении, она может легко погибнуть. Хорошо, что есть родичи, которые вовремя могут прийти на помощь. Если вы на сафари и наблюдаете за львами, всегда закрывайте двери автомобиля, ведь эти хищники могут легко их открыть. Дальше очень умная птица, которая использует наживку, чтобы поймать рыбу. Она могла бы сама съесть этот хлеб, но птица прекрасно понимает, что рыба и вкуснее, и питательнее. Дубай установил очередной рекорд, открыв самый глубокий бассейн в мире. Бассейн глубиной 60 метров, предназначен для дайвера, Ви предлагает изучить затонувший город-пещер. Он вмещает 14,6 миллиона литров пресной воды, что эквивалентно шести плавательным бассейнам олимпийского размера. В настоящее время объект открыт только по приглашениям, но вскоре откроется для всех желающих. Думаю, вы все слышали о миграции крабов на австралийском острове Рождества. Ежегодно миллионы красных крабов мигрируют из тропических лесов на побережье Индийского океана для размножения. Так как проехать по дорогам и не раздавить краба в этот момент очень сложно, местный житель изобрел интересное приспособление для автомобилей, которое аккуратно сметает краба в стороны во время движения. Вот случай в Аризоне, который был заснят охотниками. Прекрасный солнечный день не предвещал ничего необычного, и у охотника все шло по плану. В один момент собаки что-то учуяли и побежали за этим краю крутого обрыва. Когда охотники подбежали посмотреть на кого-то клавят их собаки, они увидели очень свирепую пуму. На первый взгляд кажется, что пума застряла в расщелине и ей некуда деваться. Несколько минут животное просто сидело, издавая устрашающие шипения в адрес собак. Но в конце концов мудрый хищник нашел способ протиснуться через отверстие сбоку и быстро скрывается за горой. Вот еще несколько моментов, которые я оставлю без комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok Понравилось? Ждем от вас подписки и колокольчика. До встречи!